Кубань-2006 Масштабнее становятся их инвестиционные заявки и бизнес-планы. Инвестиционный диалог, ведущийся в рабочих группах, помогает согласовывать позиции бизнеса и власти, способствует консолидации бюджетных и частных ресурсов. В результате, отмечу это обстоятельство особо, неизменно увеличиваются общие объемы заключенных на форуме инвестиционных договоров и соглашений. Безусловно, успех Кубанского форума – индикатор высокого экономического потенциала юга нашей страны. В результате, российская экономика может развиваться и уже развивается не только за счет ресурсных регионов или столичных территорий. Высоким потенциалом роста обладает отечественное сельское хозяйство, пищевая промышленность, курортные, рекреационные бизнесы. Востребованы продукты интеллектуальной, образовательной и культурной деятельности. В России динамично развивается сфера информационных технологий и связи. Хорошие коммерческие перспективы открываются в транспортных и инфраструктурных отраслях, в сфере строительства и индустрии стройматериалов. В этой ситуации каждый субъект Российской Федерации имеет собственные экономические возможности и базу роста. Тем более, это верно для юга нашей страны. Ведь его конкурентными преимуществами всегда являлись и являются развитая транспортная инфраструктура, выгодное географическое положение, а также благоприятные природно-климатические условия, квалифицированные рабочие кадры. Характерным для нынешней экономической ситуации в стране является увеличивающийся инвестиционный спрос. Инвестиции в основной капитал уже четвертый год подряд превышают ежегодно 10%. За первые 8 месяцев текущего года они уже увеличились на 11% в 2006 году. Что касается важного, может быть, одного из наиболее важных показателей темпов для инвесторов, темпов инфляции, то в августе они составили 9,5% в годовом исчислении. Это, к сожалению, больше, чем планировалось первоначально, чем закладывалось в прогноз. Но, замечу, это все-таки меньше 12,5%, чем в прошлый год. В экономике страны формируется и ряд новых тенденций, также благоприятных для ведения бизнеса. В частности, в ряде территорий создаются особые экономические зоны. Начинают работать инвестиционный фонд и венчурные фонды. Заложена правовая база для более широкого использования концессий. Прежде всего, при реализации инфраструктурных проектов в ЖКХ, в строительстве автомобильных и железных дорог. Обращу внимание и на кубанские инвестиционные предложения. Уникальным шансом для осуществления новых предпринимательских инициатив станет участие Сочи в конкурсе на право быть столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Здесь открываются действительно широкие возможности. И скажу прямо, говорил уже об этом неоднократно. Конечно, если Сочи будет столицей Олимпийских игр, мы порадуемся. Если нет, мы воспользуемся участием Сочи для того, чтобы развивать юг России для наших граждан. Наши граждане нуждаются в этом. Уважаемые дамы и господа, конечно, бизнес выбирает те регионы, где стабильна политическая ситуация, где местная власть гарантирует жителям личную безопасность и неприкосновенность их собственности. Активность инвесторов растет в условиях прозрачного, выгодного и предсказуемого режима работы предприятий с налоговыми, контрольными и правоохранительными органами. Справедливость этих простых истин мы в полной мере оценили и на юге России. И в настоящее время для формирования здесь по-настоящему благоприятной бизнес-среды органами власти будут предприняты и более действенные меры, ряд дополнительных шагов. Подробный разговор, надеюсь, пойдет об этом, в том числе на встрече руководителей Юга России с представителями бизнеса. Также хочу сообщить, что несколько дней назад создана комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе. И в рамках новой структуры эта работа приобретает системный характер. В заключение, позвольте пожелать Кубанскому форуму продуктивной работы. А вам, его участникам и его гостям, а я вижу здесь много наших добрых друзей и гостей, выгодных коммерческих предложений. Спасибо вам за внимание.